Медгермания осваивает новый жанр в социальных сетях, несвойственный немецким дипломатам, иронию и лёгкий троллинг. Полторы недели назад ведомство не смогло пройти мимо заявления Дональда Трампа, которое он сделал в ходе теледебатов с Камалой Харрис. Бывший и, возможно, будущий президент США заявил, что Германия уже пыталась полностью отказаться от ископаемых энергоносителей, но в течение года вернулась к строительству нормальных электростанций. Медгермании пошутил в ответ. Нравится вам это или нет, энергетическая система Германии полностью готова к работе, и больше 50% энергии производится из возобновляемых источников. И мы закрываем, а не строим угольные и атомные станции. Уголь будет выведен из эксплуатации не позднее 2038 года. Постскриптум. А ещё мы не едим кошек и собак. Этот пост собрал колоссальную аудиторию. 16 миллионов просмотров, 111 тысяч лайков, 30 тысяч ретвитов. Всё это, конечно, благодаря отсылке к другому странному заявлению Трампа о том, что в городе Спрингфилд мигранты с Гаити едят домашних животных. Заявление разлетелось по соцсетям и стало поводом для мемов. В конце этой недели новое ироничное замечание в бывшем твиттере было отправлено в адрес МИДа России. И состояло оно из одного слова. Серьёзно? О вторжении советской армии на территорию Польши в 1939 году. В нём читателям рассказывают, что СССР якобы ввёл свои войска в страну для защиты от геноциды населения. Историки отмечают, что в этой публикации МИД России использует столь модную тактику полуправды. У советского руководства, пишет МИД, оставалось два варианта действий после того, как гитлеровские войска вторглись в Польшу и уже одержали значительные победы. Либо германские войска выходят на прежнюю советско-польскую границу, либо их удаётся остановить на значительном от неё удалении. Вот это является абсолютной ложью, потому что мы знаем, что договор о ненападении, о дружбе ненападении между гитлеровской Германией и Советским Союзом включал в себя секретные протоколы. И там была чётко прочерчена линия. В своей публикации российский МИД ссылается на то, что ни Лондон, ни Париж не выразили из СССР протеста после введения войск в Польшу. Эксперты поясняют, что это хотя и правда, но иллюстрирует лишь слабую западную политику того времени. Они пытались уменьшить количество каких-то рисков и вызовут для себя, но всё равно в итоге с ними столкнулись. И в этом правда и смысл этого исторического момента. И опять мы можем провести довольно отчасти такие грустные, отчасти параллели сегодняшний в нём, когда Запад поддерживает Украину, но при этом поддерживает её слабо. Поддерживает всё время, озираясь, поддерживает всё время, страшаясь, что случится что-то более плохое. Но опыт Второй мировой войны показывает, что оно случается. В ответ на трет российского МИДа сотрудники Министерства иностранных дел ФРГ опубликовали фотокарты раздела территорий. Согласно советско-германскому пакту Молотова-Риббентропа. С хэштегом «Гитлер-Сталин-Пакт». Такая ироничная манера ответа на дезинформацию имеет двоякое значение, считают эксперты. Конечно, здоровая реакция – не относиться к нему серьёзно, не отвечать на него всерьёз. Потому что эти люди тоже не разговаривают всерьёз, они не разговаривают так, как должны разговаривать дипломаты, которые уважают свой статус и, соответственно, своих собеседников. С другой стороны, безусловно, здесь проблема даже не в самом этом конкретном ответе, а в том, что в целом медийный ответ и Запада, и российской оппозиции, он оказывается более слабым. Пока же МИД Германии всё чаще предпочитает отвечать на дезинформацию и фейки с юмором, чем однозначно привлекает внимание читателей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok